очень интересный момент оказывается я не только мало таких назовем их любозателем но есть внимание год-два назад в интернете попадалось ваше видео с прогулкой по саду с рамками сопровождение одной и двух женщин никак не могу найти опять интересуюсь отчасти вопросами садоводства на большей степени тема лозоходства вот наш человек вот он повторяю в большей степени тема лозоходства в узком на местности и более широком целительству с помощью рамки или маятника применитых в живом организме смысле вот ну вот уже второй вопрос будете чтобы не мешало и так дело в том что я нашел все или почти все видеофильмы которые этого посвящены как я делал рамки как я испытывал сады как я испытывал мерил людей и так далее так далее вот и пока на этом чуть подробнее может быть ниже я сомневаюсь я все видео нашел прошли годы сотни фирма где-то похоронен еще один-два ладно тем более он говорит про посмотрите недавно наткнулся на видео все меньше настоящих мужчин все больше геев да если у меня такой фильм доволен вот мне нравится его реакция смотрите довольна впечатлён увиденным и услышанным прошу подсказать что за видео упоминаю выше буду весьма признательно в общем я ради интереса мне трудно было искать его где-то у меня в архиве тогда просто взял вот так скопировал вот набрал яндекс ставил яндекс нажал на эту самую на мышку и увидел смотрю этот фильм вот он живьем и есть да и там раскрывается причина вот хотите вы довольны но расскажу самое главное саму идею фильма и так смотрите все животные ходят на черенках у них у всех половые органы отделены от туловища и болтаются вот какая когда-то то же самое касалось и людей когда человек выпрямился у него у человека с рождения в детстве яички оказались зажатый между ног верите просто сидите посмотрите где они зажатый между ног этого не было десятки сотни миллионов лет пока формировался человек а так как он еще и не земли то мы писать что миллиарды лет вот незачивающие звена не найдут но это уже второй вопрос а пока сам прямохождение привело к тому что мужских гормонов стало производиться гораздо меньше вот природа сделала так что они ходят по охлаждению все-таки болтаются все-таки немножко достается проветривание и охлаждение температура весь как должна быть на 12 градусов ниже это при этом они работают идеально страшная природа допущена вот такой вот природы не хочу говорить как то в животном мире происходит но то что яички все гениталии наружу это особо опасность и в животном мире вспомните не буду подробнее чтобы вас не водить шок и даже среди людей один удар и покойник один удар и бездетный это только потому что природа пожертвовала а в опасности опасностью выживания этими болтающимися гениталиями для того чтобы более страшную вещь не произошла то есть чтобы яички были охлаждены выпрямились потом начали одевать повязки как на бедренной повязке мужчины стали еще менее мужчинами потом появились трусы семейные еще меньше потом в северных странах мужчины всегда были сильнее южан это было всегда вот почему извините сколько они одевают девушки а все равно это местный мозг я не прав нет вот все равно оно охлаждалось получались мужские гормоны и если это мы говорим о детях то развитие мужчины было максимальным идеям было очень мало они были от природы они искусственные искусственный гений когда яички в тепле искусственным путем то есть ребенок в искусственной среде в комфорте и вот получилось так что потом появились тесные плавки которых уже пусть они и впечатляюще выглядят помните эти самые русской стриптисты выглядит впечатляюще а там в этих плавках не хватает самого главного поняли чего вот и последнее десятилетие добавились подвузники памперсы мода вот значит и постепенно постепенно мужчин в Европе а мы все ближе к Европе чем в Западном в Китае этого нет вот сами знаете каждое утро весь Китай на зарядке а у нас каждое утро в лучшем случае похмеляется и так случилась страшная вещь и эта вещь продолжается и единственный редчайший случай то есть уже надо отказываться от детям от погузников от памперсов взрослым от узких плавок больше на свежем воздухе чтобы развивалось вот меньше за компьютером меньше на диване с пивом все должно быть но время по моему уже упущено два-три поколения вот в общем я вам говорю груза учите китайский поздно детей учить а дети уже грузы ну-ка учите может как-то приспособиться к родовой власти это я говорю с горечью вот европа не соперники все это вообще ужас какой-то там настоящих мужчин уже вот знаете школа ну это я не виноват потом взял вот взял вот это написал что я должен сказать я должен сказать что существует существовал лагерь там были почти взрослые дети шестнадцать семнадцать лет да вот они их много сотни вот единственный тех с ружьем которые надо стрелять перезаряжать убивал шел убивал убивал сотни ранил и шестьдесят семь до тех убил в Швеции по моему вот они только прятались как крысы несколько парней если бы они хотя бы это не спецназ это еще ну школа старшие классы поведение должно быть отработано раз значит самозащита любой парень должен это самое и потом попрятались каждый схватил кто этот ножку от стула отломал кто схватил какой-нибудь железный пруд попрятались и вот он идет допустим это ему надо бояться хоть и но с ружьем с кругом парни молодые здоровые откормлены 16-17 лет а они должны были спасти девчонок в которых так же стреляли парень девка парень девка труп 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 вы поняли что такое это для чего я вот это написал вот и никто не сказал все с завтрашнего дня мы будем учить детей в школах как вести себя и в этом случае когда идет человек с ружьем а не только как инструкция для учителей учительница женщина закрыться закрыть дверь класс который легко над одной ногой вышиб вот и залезть под парт все чего она может научить спортзал настоящие тренеры мужчины вот много бы застрелил бы тут же бы ребята окружили бы кто-то бы погиб но это жертва она от природы ты должен пожертвовать собой спасти других те кто слабее тебя а там откормленные те же самые какие они мужчины это молодежь зайцы вот так вот ну и когда меня попросили я нашел все что знал вот это вот это вот это вот это это касается биополе тема близкая к тому о чем я говорил вот попросил вот что я нашел и